привет друзья вы на канале рита лайфстайл и сегодня я хочу снять видео на тему переезда в краснодарский край стоит ли переезжать из севера на юг в частности в краснодарский край почему я сегодня говорю об этом поскольку до сих пор мне поступает очень много вопросов на эту тему почему поступают хочу рассказать для тех зрителей для новых зрителей моего канала которые не знают что происходило в предыдущие годы так вот дело в том что я коренная жительница санкт-петербурга примерно четыре или пять лет назад переехала из питера в краснодарский край на кубань и прожила там два года но начнем по порядку начнем с того почему я переехала на кубань дело в том что на тот момент мои дети постоянно очень сильно болели простудными заболеваниями просто вот настолько часто практически каждый месяц с сентября по май я замучилась их лечить и меня очень волновало то что дети постоянно болеют я испробовала множество методов лечения множество врачей множество обследований но это вот за два года вот как болели дети так и болели ни к чему хорошему не привело поэтому я решила сменить климат и переехать в краснодарский край после переезда моей семьи в краснодарский край мои дети практически сразу же перестали болеть я получила то к чему стремилась краснодарском крае я купила большой дом с садом и первый год жизни в этом доме была сплошная эйфория я довольно скоро и довольно хорошо наладила свой быт вы наверное спросите в каком месте в краснодарском крае я купила дом белая дом в городе белореченск это примерно в часе езды от краснодара в сторону адыгей в сторону майкопа и и само место это предгорье кавказа но город сам город находится на равнине в хорошую погоду горы можно видеть лишь издали очень очень далеко находились горы дети перестали болеть мы обустроили свой быт я открыла магазин одежды в краснодарском крае довольно все быстро произошло помимо всего также стала заниматься тем что я умею делать в краснодарском крае я занималась продажей недвижимости и в общем то все шло неплохо вот что касается работы многие люди задают вопрос как там с работы друзья вот в питере очень много людей коренных жителей которые не могут найти работу на протяжении пяти десяти лет и говорят что вот нет работы какая проблема в краснодарском крае то же самое очень много людей которые не могут найти работу а некоторые устраиваются и работают я как предприниматель предпочитаю работать на себя никуда нет труда устраиваться не зависит ни от каких местных начальников то есть переехав краснодарский край я находилась не человеком который ищет работу а человеком который давал работу людям и когда я открыла магазин я повесила вывеску требуется на работу приглашаю продавцов и чтобы вы думали было назначено время день когда я пришла около моего магазина стояла очередь из желающих работать продавцами поэтому для меня лично в краснодарском крае на кубани с работой не было никаких проблем первый год очень нравился климат жаркое лето очень радовал сад который у меня был растения которые были там посажены роскошный инжир роскошные груши вишня слива все это было помидоры помимо своей работы я активно занималась и садом мне было очень интересно видеть знать как растут растения на кубани в той земле которая как говорили палку воткнешь и все растет поэтому друзья спрашивайте как с работой вот отвечаю хотите работать работа будет детей в краснодарском крае я тоже пристроила очень хорошо солнечка занималась и в бассейне в школе олимпийского резерва там был прекрасный новый современный бассейн также сони занималась музыкальной школе анжелика тоже была полностью занята и театральная студия и спорт и музыкальная школа поэтому могу сказать что два года которые мы прожили в краснодарском крае прожиты очень хорошо люди мне звонят очень часто и часто пишут вконтакте в инстаграм спрашивают стоит ли переезжать что я могу ответить я на себя такую ответственность стоит переезжать переезжайте взять не могу вы должны сами принять это решение чтобы потом спрашивать только себя прислушивайтесь к своему сердцу прислушивайтесь к своей интуиции прислушивайтесь голосу своего сердца узнавайте информацию ищите информацию вот еще несколько моментов пока не забыла хотела сказать про переезд самое важное во всем этом деле не обрывайте концы старайтесь сделать так чтобы все-таки жилье в том городе из которого вы уезжаете у вас осталось либо если вы его продаете покупайте на кубани такое жилье которое вы потом сможете без труда продать выбирайте такой город в котором вы сможете легко продать жилье и еще задавали вопросы про медицину на кубани друзья сейчас вообще с медициной очень плохо что на кубани что в санкт-петербурге одни и те же проблемы если вы нашли хорошего врача значит вам очень повезло вот что я вам могу сказать в двух словах про медицину на кубани что касается климата климат жаркий и первый год жизни на кубани этот климат воспринимался на ура на второй же год все изменилось и этот жаркий климат и также эта жара стали просто мешать жить и теперь когда я уже переехала обратно в санкт-петербург я до сих пор наслаждаюсь прохладой до сих пор радуюсь тому что нет этой сумасшедшей жары я с большой радостью и с новыми силами вернулась в свой город поэтому друзья что очень важно не отрезайте обратные пути имейте возможность если вы передумаете если вам что-то не понравится если просто захотелось вернуться имейте такую возможность живя в краснодарском крае в те года это было примерно три года назад это был целый бум переездов переездов северян на юг и очень много блогеров снимали свою жизнь снимали про переезд и самое удивительное что примерно в одно время со мной практически все эти блогеры вернулись обратно к себе домой поэтому это еще одно доказательство того что не нужно обрезать обратные пути конечно было бы неплохо прежде чем вы выберете свое место на кубани и и уже начнете приобретать там жилье недвижимость неплохо было бы в этом месте пожить полгода может быть такая возможность как подавать свою квартиру эти полгода на эти деньги поснимать квартиру на кубани квартиру или дом пожить прочувствовать понять ваше это или не ваше нравится вам или не нравится конечно за полгода полную информацию о жизни вы получить не сможете но но тем не менее она будет более полный чем если вы вот так сразу приедете и купите жилье в новом неизвестном для вас городе может быть да может быть лучше сделать и так пожить хотя бы полгода а потом уже решить нужно вам нужен вам переезд или нет ну вот друзья рада что сегодня я смогла ответить на некоторые ваши вопросы если у вас какие то есть еще вопросы по переезду пишите в комментариях я обязательно отвечу на каждый вопрос на этом я с вами прощаюсь подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и до скорых встреч